Позволю себе прокомментировать эту тренировку, а заодно поделиться своими мыслями. Мне вообще нравится заниматься, вот у каждого человека в жизни есть, можно так сказать, свое увлечение, хобби там или как угодно, его можно назвать, но вот как-то меня с детства уже, особенно лет где-то с 14 стали манить вот возможность развития, возможность наращивания силы, то есть вообще возможности саморазвития. И вот одно из направлений это вот у меня как раз занятие с тяжестями. Здесь я на своем собственном тренажерчике, так прорабатываю ноги, коленочки. Кстати, очень хорошее упражнение для тех, у кого поболеют коленки. Раз по 20, а то и 50, когда человек делает это упражнение, вес небольшой. Получаются очень-очень интересные вещи. И как-то вот не хватает вот этих вот напряжений. И когда вот сравниваешь различные, как бы сказать, системы духовного развития, видите, не физического, а духовного развития. И все заключается в том, что на человека так или иначе накладывается нагрузка. Накладывается нагрузка в виде вот чего-то такого, чтобы он не хотел бы делать, но надо. То есть своеобразное такое терпение, своеобразное для развития силы воли, какое-то действие. То есть хочется, допустим, вес бросить этот, а ты его держишь, проявляешь вот эти волевые усилия, тем самым заставляя за счет этого пропускать через свою систему повышенные, повышенные, повышенные энергии, которые начинают вести трансформацию, трансформацию твоих тонких тел, ну и в частности и физического тела. Вот. Это очень интересный, интересный такой феномен, который наблюдается во всем. Важно, под какой-то нагрузкой пробыть определенное количество времени. Ну, проще всего, конечно, это физическая там нагрузка. Ну, помимо физической нагрузки мы знаем там вот, особенно в индийской мифологии есть такое понятие, как тапос. Тапос это вот наложение на себя каких-то обязательств, таких неудобных, другим людям непонятным, где-то граничащих с самоистязанием. Но это другим кажется, что вот это вот, вот эти все эти тренировки, эти там нагрузки, эти тут тяжести, там забеги или еще что-то. Это все какое-то самоистязание. Но если посмотреть с другой стороны, если ты хочешь трансмутировать свой организм, если ты хочешь его развить, то вот кроме как нагрузок, режима нагрузок и терпения, практически ничего нет. Именно вот эти два фактора, посильные нагрузки, выполняемые в течение определенного времени, они позволяют развивать не только физическое тело, но и вот больше всего вот эти все наши духовные структуры, тела. То есть повышать энергетическую мощь, а за счет повышения энергетической мощи, повышать возможности своей личности. То есть все мы слышали, что там вот есть сильные колдуны, сильные, значит, экстрасенсы и так далее. В чем их заключается сила? И даже сильные святые. Их сила заключается в том, что чтобы подействовать на природу с целью там. Ну вот все мы знаем такие вещи, как многие указывают на то, что многие святые усмиряли бурю. Для них это было легко и просто усмирить бурю там, вызвать дождь или наоборот этот ливень прекратился. Ну и ряд других вещей, вплоть до того, что начинают уже с силой мысли из ниоткуда, из ничего производить различные предметы. Вот, если, конечно, обратиться опять-таки к святым, вот был вид, своеобразный такой вид подвижничества, это столбничество. То есть человек становился там на столб, ну над землей там. И вот он стоял на столбе, ну вот сколько там мог. Одни стояли там день, другие стояли неделю, третьи стояли целые года и так далее, и так далее. Естественно, в итоге получались различные итоговые вещи, что эти люди могли и воскресать других умерших людей, и исцелять, и много-много-много таких вещей вести. То есть вот это своеобразное, так сказать, я, так сказать, немножечко подвожу. И вот мне нравится, нравится, это тоже один из видов аскетизма, когда человек накладывает на себя нагрузку. Ну, в данном случае мне, допустим, нравится это дело делать. И вот когда еще, помимо того, что вы делаете, вы еще что-то должны и ощущать. То есть мне интересно, вот несмотря на мой возраст, скоро мне будет ровно 66 лет, это если там с зачатием, все это дело слаживать, учитывать, то уже мне идет 67-й год. Ну, как мы считаем, вот скоро будет 66 лет. И вот по жизни, конечно, можно как-то прожить вот так, вот всяко и так далее. Но вот мне нравится вот эти вот напряжения, которые, которые вроде бы не только физику твою меняют, но они и меняют, меняют твое, будем говорить, и мировоззрение, вот развивают способности, возможности, о которых, конечно, большинство из нас, особенно современных людей, которых нарочно оторвали от всех вот этих знаний, там, от тем, что святые занимались, так какие-то, какие-то люди странные, там, что-то там делают, молятся, или еще что-нибудь там делают такое. То есть кругом какая-то непонятка. Вот. Чем человек должен заниматься на самом деле? На самом деле, я лично считаю, конечно, каждый может считать по-своему, это развивать свою личность. То есть вот мы пришли в этот мир и начинаем развиваться с помощью вот этого как раз окружающего нас мира. Окружающий мир как раз и есть та возможность, которая нам предоставляется для развития совершенства. Значит, здесь, ну, как бы сказать, я пока вот показываю тут гантели, то есть все, но помимо вот этих занятий со всеми этими тяжестями и прочим-прочим, мне нравится, естественно, и умственные способности развивать. Это не только, это в основном работа с информацией, но еще более интересно, это вот все у нас там школы своеобразные, детей учат, то, сё, пятое, десятое. Но, как бы сказать, вот самый тот смак, самый тот эффект, самые те изюминки, которые достигаются некоторыми людьми, это возможность напрямую черпать информацию из окружающего пространства. А оказывается, для того, чтобы это делать, надо иметь энергию. Вот многие говорят, буквально таки, вчера я слышал о Тесла, там рассказали, он то-то закончил, всё-то закончил и так далее, но не было сказано главного, что вот как раз когда он болел, он вот впал вот это вот состояние и потом входил в это состояние намеренно для того, чтобы получать нужную ему информацию. Вот он это мог делать. Вот этому научиться, это совсем другое дело. Ну и один из путей, их путей, конечно, множество, но, как я уже указывал, это для того, чтобы развивать мощь и возможности своего, своей личности, это пропускание энергетического тока через себя, то есть, чтобы ты держал своё тело под нагрузкой, неважно какой, важно держать. И в итоге начинается вот эта перестройка всех этих структур, и в результате этого наш организм становится как передатчик, который более мощный. более мощный, он способен принимать за счёт этого сигналы из гораздо большего расстояния и, естественно, и передавать эти сигналы. Ну, примерно так вот я там считаю. У каждого, конечно, своё мнение. И в этом плане вот Анатолий Иванович Самодумов, он показал, как бы сказать, одну из возможностей развития с помощью вот этих вот силовых напряжений, возможность, значит, перестройки личности человека с целью усиления его энергетики и получения разного рода совершенств. И, кстати же, по этому пути, по этому пути, только он несколько иной, там, без тяжести, это идёт цигун. Работа с энергией. То есть, древние мудрецы, там, китайские, они вот так, йоги вот так это дело. Ну, а вот один из таких путей оказывается вот этот вот. Что тут у нас? Вот я сейчас буду подходить к весу 20 килограмм. То есть, как бы я на себя смотрю и мне, знаете, вот человек с возрастом, он смотрит, как его возможности угасают. Не каждый человек будет поднимать в 66 лет, гантели по 20 килограмм. А я это делал в юности, ну, конечно, когда я был профессиональным спортсменом, там веса были побольше, но и там несколько иная была подготовка. А тут вот действительно, знаете, интересно наблюдаю за собой, вот такое выражение я услышал, на собственных саках. То есть, ты работаешь со своим собственным организмом, ты работаешь с окружающим пространством, ты, значит, вот вот это все за действующих. И очень радостно, знаете, ощущать то, что вот был период, когда я особо ничем там не занимался, там забросил, другие там были как бы планы, другие там приоритеты в жизни. И в результате вот тело захерело, появились боли суставные и прочее, прочее, прочее. И когда я попробовал заниматься, знаете, какие там занятия, плечи болят, спать ты не можешь, поясница тоже болит. Короче, ты вот разваливайся и и как-то если вот это всю, знаете, современную жизнь взять, о чем она там нам говорит, о чем она может нам, как бы сказать, что нам она может дать, да толком ничего. Толком ничего она не может дать. ты просто-напросто разваливаешься и вот такая перспектива как-то на тебя, значит, угнетает. Вот. И ты начинаешь применять свой багаж знаний. Знания – это одно, а применять их – это совсем другое. Знать и уметь – это совершенно разные вещи. Вот. И потихонечку, потихонечку ты начинаешь ощущать, что действительно ты становишься совсем, совсем другим человеком. У тебя перестают там болеть суставы. Более-менее начинают возвращаться там силовые показатели. И вот эта гравитационная гимнастика, на которой я занимаюсь, на тренажеры Сергея Кривых, вот она как-то позволяет получить какие-то, знаете, интересные такие перспективы. Я подхожу к таким весам, ну, правда, там делаются так мизерные движения, к которым я никогда не подходил вообще в своей жизни. вот я никогда не держал на своих плечах 300 килограммов. А вот как раз сегодня, это 19 августа, мне удалось это сделать. И когда я вначале там начал заниматься вот это ну, слишком громко сказано, что это там полуприседж со штанга, это так, как съем штанги, удержание на плечах, правильно сказать, удержание штанги или веса на плечах. Вот. И я, когда я начал делать, я почувствовал, что если я посильнее напрягусь, а это где-то уже был вес примерно килограмм там 220, вот, что у меня тут может что-то там на животе лопнуть, так, так чувствовал сильно давление. Вот, поэтому я начал все это потихонечку делать. Ну, естественно, смотрите, на поясничный отдел 300 килограмм, когда я в 2016 году не мог толком спать, все у меня болело, не нагнешься, не прогнешься, знаете, ходишь тут это, хоть ватой себя оберни, потому что любое движение может привести к тому, что тебя ото всего может заклить. Ну, вот. И тут вот сегодня я сделал вот с этим весом 300 килограмм, снял, удержал, вернее, штанну на плечах с весом 300 килограмм, я не почувствовал, что у меня что-то тут лопается там в животе, что у меня там сплющивается там поясница. то есть вот возраста энергетика за вот эти примерно у меня пять занятий, сейчас идет пятый месяц занятий, произошло такое интересное укрепление организма, укрепление энергетического каркаса, подъем энергетики каждой клетки, что организм стал работать, конечно, намного лучше, это интересные вещи. И вот я сейчас там буду жать 80 килограмм. Конечно, 80 килограмм я до этого там жал на, по-моему, даже на 9 раз. И вот опять-таки впервые я не чувствую никаких болей в плечах и я пока выжимаю на пять раз кул. Ну, думаю, уже на следующей тренировке я, наверное, попробую их выжать уже разов на семь. То есть вот такие вот, как бы сказать, ну, не мелочи, а такие наблюдения, они для кого как, а вот лично для меня, они как-то украшают жизнь. Ты понимаешь, что ты можешь еще развивать свои возможности, ты можешь их удерживать от того, чтобы они угасали. И вот это все как-то хорошо так на сознании действует. Вот. Так что мне вот удалось вот эти вот 300 килограммов удержать на плечах, поднять. Ну, и все остальное потихонечку, полегонечку растет. и это это хорошо. Вот. Качаю животик, хожу. Сегодня я сделал прогулочку, где-то за 30 минуточки я походил. Вот. по хозяйству съездили с супругой, купили то, сё, пятое, десятое. Сейчас, кстати, буду арбуз съесть. Вот. Ну, и сделал вот эту гравитационную гимнастику. Сейчас готовлю видео. Не сижу, можно сказать, на месте. Вот. Сам находишь для себя интересное занятие, потому что некоторые люди со скуки не знают, что делать, и это их как бы изводит. И вот эта скука, это всё в сознании, что тут идёт угасание, как-то ещё быстрее человека съедают. А тут только, можно сказать, финиш закончил тренировку. Ну, вот, на этом я и поговорил с вами. с вами.